привет с вами студия рем25 меня зовут андрей расскажу немного о квартире которую мы начали буквально неделю назад это жк river park великолепный вид из окна открывается непосредственно ривер на реку вот слева вообще очень интересные квартиры с верандочкой любо-дорого посмотреть говорится немного слов о проекте что тут вообще будет все потолки будет из гипсокартона двух уровня с плинтусами здесь видно что идут зеленые трубы это спринклерная система пожаротушения в обычных квартирах она не устанавливается но здесь апартамент в большинстве случаев идет именно такие системы пожаротушения сейчас прорабатывается возможность ее убрать такая опция есть чтобы потолок максимально высоко поднять потому что из-за и всех этих труп он опустится где-то сантиметров на 20 кстати вот эта колонка это пожарное оповещение то есть случае пожара если на датчики попадает дым она начинает дико визжать по-хорошему по правилам из конечно надо оставлять на потолке но как правило их убирают их прячет или в шкаф или убирает вообще что я категорически делать не рекомендую потому что это нарушает целостность всей системы пожарной безопасности дома и потом могут возникнуть вопросы и проблемы с правильной компании поэтому пожарные датчики можно убрать например шкаф-купе колонку соответственно тоже можно спрятать в шкаф-купе делая такие манипуляции вы частично рискуйте потому что эта система уже не будет работать правильным образом как-то задумывался изначально в этом помещении располагается кухня гостиная здесь будет шкаф-купе там санузел гостевой санузел уже нормальный здесь спальня гостевая есть спальня хозяйская пойдемте пройдем в хозяйстве спальня вид тоже обалденный поскольку комната угловая окна большие очень много света ребята ставят везде перегородки в эту комнату устанавливают маяки маяки стоят в уровень и при помощи них и провела штукатурки соответственно выводится идеальная плоскость тут идет возведение перегородок обращу внимание что работает у нас безнадежный ароматик на данный момент радиаторы будут меняться будут ставиться более симпатичные трубчатые трубы отопления естественно мы убираем их нужно убирать всегда во всех случаях потому что застройщика идет всегда низкое качество и если у вас потом что-то постяшкой потечет спустя 5 лет или 10 лет придется переделывать ну чуть ли не весь ремонт и вам и вашим соседям разводка отопления как правило мы делаем коллекторную здесь будет именно такая то есть от отопительного шкафа от коллектора на каждый радиатор идет отдельно лучше санузел небольшое но как бы все вмещается душевой поддон душевая зона здесь будет располагаться стене будет стоять инсталляция прошу заметить что в двадцать первом веке частности после двадцатого года унитаза ставить но очень редко кто ставит унитазы потому что решение составляться но намного практичные намного технологичнее занимает меньше места легкость обслуживания надежность и под ним очень легко убирать всем рекомендую ставить инсталляцию а не обычной классической унитаза значит электрический щиток будет переноситься на ту стену он будет в нее утапливаться кабель в одной который идет с подъезда нам надо будет менять полностью потому что его длины недостаточно краткий обзор по этой квартире закончен вернемся через две недели посмотрим что тут изменилось за последние две недели закончили возведение стен закончили практически штукатурку стен уже в некоторых местах поставили малярные уголки также уложена звукоизоляция по стяжку смонтирована сетка сетка нужна не только для армирования усиления стяжки а к сетке закрепляются гофра и сантехнические трубы которые у нас идут до радиаторов монтаж электрики уже закончен данном месте будет располагаться электрощит все провода выведены все подписано обязательно подписывайте провода это очень сильно поможет при расключении щитка здесь будет гостевой санузел перегородка не возведена поскольку поскольку дверь будет раздвижная то есть начали установится кассетон или как проще говорят пенал он будет обшиваться гипсокартоном и уже после этого вся стена доделается следующее помещение это шкаф гардеробная мы находимся в достаточно простой гостиной вдоль стены будет идти кухонный гарнитур чтобы разделить зону гостиной и зону кухни здесь будет стоять телевизор чуть дальше типа бар на стойка но на самом деле это будет шкафчик на него может бы тоже что-то ставите как-то соответственно использовать санузел полноценный будет и две комнаты 1 обычно спальня 2 гостевая спальня тут очень большие окна очень много света если посмотреть окна выходят на две стороны чтобы окна не портились не пылились мы завесили пленкой из окна видно реку вид обалденный по моему это уже раньше говорил также обращу внимание что в этой квартире достаточно высокие двери дверное полотно будет 230 потолки тут 310 и конечно если делать обычные двери стандартные они будут выглядеть немножко приземленными так сказать когда высокие потолки очень классно очень красиво поставить высокие двери пару слов скажу про малярные уголки и зачем они вообще нужны ну а во первых без их установки будет достаточно сложно вы вывести четкие углы наружно например если смотри здесь нам нужно вывести угол 90 градусов чтобы отсюда ровно и отсюда плюс при установке уголков малярных сам угол получается идеально ровный помогают сохранить угол надолго от каких-то механических повреждений то есть здесь место достаточно проходное все будут ходить установка уголков помогает сохранить угол хорошем виде